Уже давно выдохнули и расслабились. У сестер двойняшек Насте и Кристины Ширяевых на руках золотые аттестаты и практически максимальные баллы по ЕГЭ, которые гарантируют им поступление в любимый медуниверситет на бюджет. Сестры сегодня в списке почетных гостей. Пьют чай задним столом с ректором вуза Игорем Салданом и размышляют о будущей профессии. Девчонки признаются, что с выбором специальности сложности не было. О белом халате мечтали с детства. Настя выбрала лечебное дело, Кристина – стоматологию. Я с детства люблю кропотливую работу, бисером вышивать, просто вышивать и рисовать очень сильно люблю. Мне кажется, что в стоматологии нужны такие качества, потому что там же нужно, чтобы зубки были ровные, красивые, каждую детальку прорисовывать, вылепливать. Приемная кампания в меди стартовала две недели назад. Подано уже 600 заявлений. Самым приоритетным по-прежнему остается лечебное дело, а также новое направление, которое открылось всего две недели назад – клиническая психология. К слову, учеба в медуниверситете – довольно дорогое удовольствие. Так, если ты выбрал, к примеру, стоматологию, то в год придется заплатить 170 тысяч рублей. Так что лучше все же попасть на бюджет. Мы не увеличиваем бюджетные места. Мы идем на порядка 480 бюджетных мест. Из них порядка где-то 280 – это целевые места, которые у нас остаются для Алтайского края, и порядка 200 бюджетных мест. То есть мы постоянно держим в пределах 500 мест. На следующий год мы увеличим до 510. А вот в техническом вузе – настоящее столпотворение. Желающих учиться здесь тысячи человек. В приоритете у без пяти минут студентов пищевая и эти отрасли, а также машиностроение. Большинство, конечно, точно знают, кем хотят быть, а вот некоторые выбирают специальность, как говорится, чтобы просто попасть в вуз. Кстати, технический вуз в этом году тоже может похвастаться новыми специальностями, на которые идут с большой охотой. Новое направление подготовки у нас впервые ведется набор в Бийском технологическом институте. Это наш филиал в городе Бийск, мехатроника и робототехника. Там сразу набор с бюджетными местами. Ажиотаж в педуниверситете. На столах приемной комиссии уже около тысячи заявлений. Пользуются спросом факультет психологии, лингвистика и локопедическое отделение. Кстати, с этого года в вузе открыли и дополнительные направления – мировая художественная культура и география. Во-первых, есть потребность, потому что, например, мы понимаем, что на заочную форму, как правило, поступают работающие люди. В районах не хватает учителей, например, географии. И люди охотно идут на сдвоенные специальности, двойные профили, как мы их называем. Во-первых, это спектр применения больше. Учитель может вести и историю, и географию. Это нагрузка в сельской школе. Кстати, общее количество бесплатных мест в вузах края осталось примерно на уровне прошлого года. Больше всего бюджетных мест оказалось в техническом вузе. В почти 1700, а также в педагогическом – больше 1300. Поменьше в классическом и аграрном. Там чуть больше тысячи, а в институте культуры и того меньше – всего 224. Что касается самой приемной кампании, то завершится она в августе-сентябре в зависимости от формы обучения. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.